Привет, друзья! Меня зовут Анастасия Пикташ, и я, как всегда, рада вас приветствовать на канале Турецкий Язык с Нуля. Сегодня наше 75-е занятие, на котором мы продолжаем разбираться подробно с конструкцией усеченного инфинитива. Сегодня наша тема называется «Усеченный инфинитив со словами-приказами». Мы знаем, что многие сложносочиненные предложения с союзом «что бы» с русского языка на турецкий переводятся при помощи различных грамматических конструкций. Однако есть группа глаголов, которая заставляет такие предложения строить именно через усеченный инфинитив. Такие глаголы у нас будут выражать просьбу, требования, совет или предложение. Они всегда будут стоять в роли сказуемого. И еще один важный момент. В таком предложении должно быть минимум два субъекта. Посмотрим на такое предложение. Сизин гельменези истиорум. Я хочу, чтобы вы пришли. Дословно. Я желаю вашего прихода. Но звучать оно на русский язык такое предложение. Мы будем переводить «Я хочу, чтобы вы пришли». Как видно, в предложении у нас с вами два субъекта. Вы придете, а я хочу. И у каждого есть свое действие. Главный, конечно же, субъект первого лица. И сказуемое выражает как раз желание, требование или просьбу. Значит, такое предложение по-турецки мы будем выражать через усеченный инфинитив. Посмотрим на похожие предложения. Она попросила нас купить воды. Или же она хочет, чтобы мы купили воды. Вот наше предложение с переводом на русский язык, с союзным словом «чтобы». Она попросила. Это раз. А мы купили воды. Это два. Опять та же самая история. Два субъекта, а главный выражает сказуемым просьбу. Айше потребовало, чтобы мы гурили на балконе. Смотрим. Айше талеп этти – главное действие, подлежащее Айше талеп этти, сказуемое. Внутрь поставлена ситуация, как мы в предыдущем уроке разбирали, второго субъекта. То есть он тоже выполняет действие. Но это действие не главное. Оно как бы требование на него и направлено. И поэтому безе – балкон да сигара, и чме мизди – талеп этти. И – это винительный падеж, которым управляет глагол талеп этмек. Миз – окончание притяжательное, которое соответствует безим. В этом предложении безим местоимения снова выпущено, поскольку получается перегруз местоимений. Оно факультативно, еще раз повторюсь. И в таких случаях местоимения можно просто-напросто опускать. Следующее предложение. Доктор сказал ей, чтобы она пила эти лекарства. Доктор сказал, а о чем он сказал? Чтобы она принимала лекарства. Вот у нас и получается. Оно, бу или очлари и чмесени. Опять-таки, о-нун – местоимение. О-нун и чмесени. Выпущено, поскольку не несет смысловой нагрузки, а местоимений здесь и вообще в принципе слов, предложений много. Облегчаем предложение, убираем ненужное. К таким глаголам, просьбам, требованиям и советам у нас относятся. Эти глаголы стоит выучить наизусть и всегда их держать в голове. Помнить, что в таких конструкциях они работают с усеченным инфинитивом. Это глаголы Далее глаголы Еще один важный момент. Обратите, пожалуйста, внимание, что побочный субъект в предложениях с усеченным инфинитивом необходимо ставить форму родительного падежа. Если его представляет не притяжательное местоимение, которое можно выпустить из контекста, а имя существительное. Например, Это же предложение можно сказать с местоимением. Каким образом? Бен олма, как прямая речь, двоеточие. Я сказала своему сыну, чтобы он поскорее нашел работу и сам начал зарабатывать деньги. В данном примере у нас субъекта два. Пускай вас вот эти сыны, сыны, сыны не пугают, потому что несколько глаголов и, конечно, звучит немножечко для русскоязычных людей специфически. Но турецкий, это турецкий и мы работаем всегда в конве самого языка, который изучаем. То есть тут на мелодичность отвлекаться не стоит. Значит, бывает еще, когда в предложении не два субъекта, а сразу три. Например, Здесь нас встречают предложение, в котором один субъект воздействует на второй, при помощи которого он воздействует на третий. То есть сосед обращается к матери, чтобы она сказала детям, чтобы они вели себя потише. Давайте посмотрим еще раз на эту всю конструкцию повнимательней. Комщун сёй леди. Сосед сказал, вот он главный персонаж, подлежащий исказуемой. Кому он сказал? Бана. Далее, чтобы мои дети вели себя потише. У нас получается дети, это множественное число, они принадлежат мне, чуджук ларым. Понимаем, что это нужно поставить в родительный падеж, поскольку идет конструкция с усеченным инфинитивом. Поэтому чуджук ларымэн. Сестис. Тихонечко. Олмак. Это глагол. Сестис, олмак. Понятно, да? Быть тихим. Олмалажи. Это окончание чуджук ларымэн. Олмалажи. Далее идет родительный падеж здесь. И форма геректиини. Почему здесь второй раз стоит родительный падеж? Потому что у нас получилось сложно сочиненное предложение, в котором есть как бы две запятые. А раз есть две запятые, конструкция ды или аджаы, она неизбежна. Поэтому у нас работает и усеченный инфинитив, и конструкция ды, которая также переводится на русский язык словом «что бы». Если у вас по поводу этой конструкции все еще остались сомнения, вам нужно вернуться в наши уроки, которые посвящены конкретно этой теме, и разобраться с ней как следует. Ну а мы с вами пойдем дальше. Чтобы закрепить пройденное, посмотрим на примеры. Она попросила, чтобы дочь приезжала на выходные. Она попросила, о чем она попросила, чтобы ее дочка, это онун, кзы, она стоит в родительном падеже, получили кзынын, хафта суну на выходных, гельмесси, третье лицо усеченного инфинитива, Буковка Н промежуточная и необходимый винительный падеж. Мы потребуем, чтобы ты вернулся. Ну мы требуем или потребуем. Да, без талеп и дюрос мы требуем о чем, что мы хотим, чего мы хотим. Да, хотим твоего возвращения. Ты сказал, чтобы я не опаздывала. Здесь усеченный инфинитив отрицательный. У нас основа калма, поэтому он удваивается, получается калма, ма, мы. Мама запретила мне звонить тебе. Он предложил нам переехать. Он предложил, как бы, саму идею нашего переезда. Она ожидает от меня помощи. Ну что ж, а на этом сегодня все. Тема была, я надеюсь, простая и полезная. Она очень часто употребляется и в устной, и в письменной речи. Поэтому я надеюсь, что вы разберетесь с ней и будете активно употреблять. В следующем уроке мы продолжаем разбираться с усеченным инфинитивом. Продолжаем постигать все его многогранные аспекты. Если урок этот был для вас полезным, обязательно не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на колокольчик внизу под видео, чтобы не пропустить новые выпуски. Подписывайтесь на мои каналы в ВКонтакте и в Фейсбуке. Подписывайтесь в мою группу, чтобы ничего не пропустить. Дальше будет только интереснее. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok